Компания Шрёдер представила современные технологии по уменьшению количества пыли при сжигании топлива в атмосферу. Смотрите, работает печка, работает печь-кабин. Это, как правило, касается в первую очередь старых тепловых агрегатов. Старых, которые по выбросу углекислого газа проходят, потому что трубочист пришел, проверил, все четко, все прошел. Но по пыли не проходит. Это работа трубочиста. Ни один трубочист в Германии не пропустит ни рабочую печку. Поэтому что надо делать клиенту? А клиенту нравится печка, она красивая, она его полностью удовлетворяет. Он просто берет, покупает вот этот ящик компании Шрёдер, ставит эту установку на печь готовую, и все. И все, господа. И человек дальше эксплуатирует и радуется, и получает удовольствие от печи или камина в своем доме. Делается данный элемент из стальной трубы. Грубо говоря, здесь стоит пылеулавливатель, который в зависимости от того, какая температура, есть температурный датчик, либо подает температуру больше, либо подает температуру меньше. То есть регулируется. Специально шиберная заслонка стоит на пружинках, так называемая биметаллическая. И он открывается, либо закрывается. Все работает в автоматическом режиме. С правой стороны вы видите ревизию. Ревизия просто открыли, если надо, почистили, обслуживание есть. Также компания Шрёдер предоставляет дополнительное оборудование для обслуживания. И в течение пяти минут никаких вопросов у вас не составит взять и почистить данный элемент, данный сегмент. То есть это, грубо говоря, такой катализатор пыли. Он именно дожигает пыль в катализаторе. В Германии жесткие требования по выбросу углекислого газа и пыли. И если вы откроете документы импортных печей, вы везде увидите два показателя. Это основные, это выброс количества углекислого газа в атмосферу и количество пыли. Дальше температура, размеры. Это уже второстепенные факторы. Основные факторы, на которые на рынке может устанавливаться, либо эксплуатироваться, либо продаваться печка. Это именно два основных фактора. Это углекислый газ и пыль. И что происходит в Германии? В Германии в 2024 году жесткие требования. Все печки, которые не соответствуют законодательству Германии, будут отключаться. Именно для этого компания Шрёдер запатентовала и создала установку для уменьшения пыли. Первый бимш о сокращении выбросов вредных веществ в атмосферу был создан в 1974 году. И он поэтапно водился, водился, водился. И в итоге в 2024 году он заканчивается. Это вы, чтобы понимали, мои подписчики и зрители моего канала, придём ли мы к этому когда-нибудь в Восточной Европе. Потому что то, что сейчас у нас продаётся, никак не регулируется, никак не контролируется, к сожалению. Поэтому у нас и производятся вот эти стальные ящики, бесполезные, с минимальной эффективностью, с огромным выбросом пыли в атмосферу, углекислого газа в атмосферу. Но мы сейчас на такой стадии развития. А чтобы двигаться вперёд, я вам показываю современные технологии. Нормы должны быть рабочие. Именно в нормах должна прописываться температура выходящих газов. Именно в нормах должна прописываться выброс углекислого газа и выброс пыли. Это основные показатели, которые будут двигать печное отопление, тепловые агрегаты вперёд в развитие. До новых встреч. Пока. Продолжение следует...